Физкульт привет! Если вам не безразлично спортивная повестка этой недели, не спешите переключать канал. В эфире спортивный дайджест. В завершающем осенне-зимнюю серию матча первенства ФНЛ с ярославским шинником текстильщик уступил со счетом 3-0. На большой перерыв команда уходит с результатом 17 очков. За плечами 5 побед, 2 ничьи и 18 поражений. Красно-черные завершают год на предпоследней 19-й строчке турнирной таблицы. Отличные новости из Словакии, где завершился международный турнир по художественной гимнастике. Лидерство на ковре оспаривали более 200 спортсменок из 19 стран мира. В составе команды России выступила воспитанница Ивановской специализированной спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Владислава Шаронова и собрала практически все возможные награды. Стала победительницей в многоборье и четырех видах программы в финале соревнований. Художественная гимнастика вообще в Иванове в последнее время на слуху. В минувшие выходные в областном центре завершились традиционные соревнования на кубок главы города. Кроме того, в среду Ивановская федерация художественной гимнастики отметила 70-летний юбилей. На сегодняшний день это один из самых популярных видов спорта в областном центре. По данным городской администрации, художественной гимнастикой в Иванове занимается более тысячи девочек. Федерация объединяет 36 тренеров, которые и готовят маленьких звездочек к большим победам. От изящного женского спорта к брутальным мужским. Всероссийский мастерский турнир Кубок Георгия Победоносца по пауэрлифтингу и отдельным дисциплинам собрал в Иванове более 140 спортсменов различных весовых категорий, опыта и уровня подготовки. Очень обширное число участников. Это Нижегородская область, Владимирская область, Московская область. Даже есть гости из Омска. Парулифтинг, отдельные движения, жим, присед, становая тяга и различные другие дисциплины. То есть все сюда приехали, собрались сегодня проверить себя, то есть проверить свои силы, возможности и побороться. Турнир мастерский. Существует классификация, согласно которой весу спортсмена соответствует масса, которую необходимо взять для присвоения звания. Пауэрлифтеры со стажем гоняться за результатами и надрывать организм категорически не советуют. Главное правило пауэрлифтинга здорового человека – двигаться к цели медленно, но постоянно. На домашнем турнире ивановским пауэрлифтерам удалось завоевать в различных дисциплинах в общей сложности 45 медалей. Всего же было разыграно 120 наград и три комплекта абсолютного зачета. Самая жара ждет ивановцев в пятницу. Тестостероновый замес на ринге. Турнир по боям без правил Prime MMA пройдет 29 ноября на арене Ивановского цирка. Зрители ожидают пять сражений по правилам MMA и два секретных поединка. На ринге наши спортсмены встретятся с сильнейшими бойцами России. На этом все. Будьте в спорте, будьте в курсе. Пока-пока.